Из чего складывается конечная стоимость товара? Почему телевидение производит такой громадный поток низкопробных передач и рекламных роликов? И куда на самом деле уходят деньги простых покупателей? Попробуем разобраться. Как вы думаете, сколько на самом деле стоит полулитровая бутылка колы? Какова себе стоимость бутылки? Правильный ответ — 6 рублей, в которые входят тара, наклейка, вода, сироп и некоторые другие расходы. Такой разброс имеется у большинства продуктов. Куда же уходят две трети денег из их цены? Все просто — эти деньги уходят на рекламу. Это обычная практика — вкладывать в цену товара рекламные расходы. Вы вообще знаете, сколько надо вбухать денег, чтобы разок свой рекламный ролик в ящике показать? Действительно. А чтобы о вашем товаре заговорили в какой-нибудь передаче про медицину, без 6 миллионов рублей лучше не соваться. Что же получается? Мы с вами платим за то, чтобы нам что-то впаривали? На наши деньги снимаются все эти бесконечные тупые рекламы? Это мы спонсируем ментовские сериалы и идиотские передачи на федеральных каналах? Прискорбно, но это так. Но разве мы не заслуживаем того, чтобы за наши деньги нас хотя бы развлекали? Почему в итоге мы получаем потоки шлака вместо качественного продукта? Ответ прост. Все мы знаем, что рейтинги передач определяются людьми, к телевизорам которых подключены пиплметры. Чаще всего это пожилые люди, живущие в глубинке, которые получают за свою работу бытовую технику или мизерные деньги. И вы сами можете понять, откуда на федеральных каналах столько передач про здоровье. Таким образом, контент на телевидении определяется не нами, а сотым процентом от населения страны, чьи интересы далеки от наших. Качество страдает, рейтинги передач определяются неверно. А отсюда неверно рассчитываются цены на размещение рекламы. Неужели мы обречены выкидывать деньги в трубу, не получая взамен ничего? На выручку, как всегда, приходит интернет. В то время, как телевидение переживает застой, сеть предлагает своему пользователю достоверную информацию. Выбор, а главное — контент, который может удовлетворить всех и каждого. А здесь уже достаточно давно работает вирусный маркетинг. Вирусную рекламу никто не распространяет. Она распространяется по сети сама, ввиду своей уникальности и интересности. Принцип Рост. Продакшн-студия снимает интересный ролик, в котором тем или иным образом интегрируется реклама. Видео попадает в сеть и разлетается по сотням тысяч пользователей. Выигрывают все. Покупатели получают интересный контент. Рекламодатели просмотры. Производители тратят намного меньше денег на распространение рекламы. Получают при этом солидный зрительский охват и достоверную статистику по просмотренной людьми рекламе. Вирусная реклама работает эффективнее и дешевле какого-нибудь Яндекс.Директа, в котором клик по ссылке стоит 40 долларов, в то время как один просмотр видео обходится в 2 рубля. Вирусная реклама показывает высокую эффективность. Выше, чем наружная реклама, ушедшая под землю в метро. Выше, чем реклама в печатной прессе. Новости читают в интернете, а газеты — пустая трата ресурсов. Стало быть, нам нужно показать, что престарелая реклама на телевидении нам не нужна. Мы не хотим оплачивать дегенеративные ТВ-шоу. Мы хотим качественный контент. Мы хотим снижения цен на товары. Зрители, поддерживайте свои любимые интернет-шоу. Рекламные агентства. Хватит обдирать людей и штамповать унылые ролики. Займитесь творчеством. Производитель. Поддерживайте развитие вирусного маркетинга.